Привет! И начнем с новостей 1984 года. Министерство юстиции работает над созданием единого реестра населения, в котором будут указаны сведения обо всех гражданах России. В этой базе соединят все имеющиеся базы данных. Туда будут внесены сведения об образовании, дееспособности, осудимости, данные о налогах, местах жительства, сведения о регистрации в системах страхования, а также данные о трудовой занятости. Также в этой базе будет храниться и самая секретная информация о человеке, его селфи, которые снимались до того, как получилось одно нормальное. При этом в реестр не будет внесена информация о расовом или этническом происхождении гражданина, его политических и религиозных убеждениях и сексуальной ориентации. Не знаю, кстати, насколько безопасно делать такую базу в России, ведь все мы тут русские хакеры, а значит подключиться к базе будет несложно. Отлично, мы подключились к базе. Итак, сосед Петровичей 17-й квартиры, графа увлечения, сверлит по субботам. Значит, все-таки он собака такая. Сексуальной ориентации вправду не указано, хотя весь подъезд догадывается. А теперь самое главное, кликаем на жену и смотрим раздел секреты. Вот он, семейный рецепт морковного пирога. Они скрывали его четыре поколения и, наконец-то, он мой. Однако переживать, думаю, пока еще рано. Когда наши власти говорят, что внесут всех в какую-то базу, это не значит, что вот прям всех. Это значит, что они дадут деньги путинскому другу. Он купит три компа, внесет в базу 120 человек и на этом деньги у них закончатся. А еще на этой неделе в Украине запретили доступ пользователей к различным российским интернет-ресурсам. В частности, к одноклассникам ВКонтакте, Яндексу и Мейл.ру. Таким образом, указ Петра Порошенко расширяет антироссийские санкции. Узнаю, братьев славян, главный политический принцип на постсоветской территории. Неважно, как бы было лучше нам, главное, чтобы вам не нравилось. Впрочем, у украинской стороны своя аргументация. В частности, украинские власти сообщили, что данные с Яндекс.Пробок могут быть использованы российскими военными для наступления на Украину. А Яндекс.Погоду видели российское климатическое оружие. Зато теперь заходят русские танки в Украину, а там пробка. Делать нечего, теперь придется объезжать ее через Белоруссию. Но больше всего интересно, что как только в Украине собрались блокировать сайты, на Россия-24 сразу начали рассказывать, как обойти блокировки в интернете. Путей обхода блокировки сайтов множество. Один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на то, где ресурс разрешен. Зачастую такой способ открывает доступ ко многим сайтам. Канал Россия-24. То есть, дорогие украинцы, вы фашисты, бандеровцы и едите маленьких детей. А теперь перейдем к лайфхакам. Лишь бы еще сделать наоборот. Если в Украине запретят гомосексуализм, то у Киселева будет специальное шоу, где он сначала будет выкапывать сердца геев, а потом соединять их любовными узами. А если в Украине запретят налить в покемонов церкви, то в России выделят 700 миллиардов для оборудования церквей, планшетами и брус с покемон-го на автозапуске. А еще на этой неделе, буквально вчера, бизнесмен Алишер Усманов выпустил видеоролик, в котором рассказывает, как он честно живет и почему про него врет Алексей Навальный. На самом деле обращается олигарх не к Навальному, а конкретно к тебе. Из нас двоих уголовник — это ты. 2017 год. Олигархи подались видеоблогеры. Последние не настают. Говорю вам. Новое видео на YouTube-канале Олигарх ТВ. Анбоксинг яхты за 50 миллионов долларов. Дешевка или выбор экономных. 13 правил перевозок корки в самолетах, о которых вы не догадывались. А главное, не забывайте прислать донаты на создание новых видео. Впрочем, можете просто налоги заплатить, а там мы сами украдем. Я Алишер Бурханович Усманов. Навальный глупый дурачок, вы все похожи на баранов, а вот мой Яндекс-кошелек. На самом деле понятно, что это вот все какое-то детство. Все эти блоги, видеовыступления. Давно пора решать проблемы так, как это делают взрослые люди. Рэп-баттл. Навальный, ты придумали широ напрасно. Я думаю, что это очень опасно. Ты думал, что ты меня к стенке припрешь? Я хочу сказать о том, что ты лжешь. Ведь знания, Леш, твои не глубоки. У нас нет шахтеров, у нас горняки. На мои деньги живут врачи и педагоги. А ты-то сам где платишь налоги? И отсидел я давно, ты не будешь неровней. Ты вот сейчас сядь, удобнее. В общем, проекты госдепа про Вальны. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Такая неделя, такие новости. С вами была МС Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока, увидимся через неделю.